Тяжело что-то сказать кроме слов, но еще тяжелее сказать какой стиль единоборств самый сильный. Приветствую вас сплошной шарик пресса, с вами Федорович. С давних времен люди спорят и хотят узнать, какой стиль боевых искусств самый сильный, отказываясь признавать, что все зависит не от стиля, а от бойца. Поэтому бои между тайцами и каратистами, боксерами и кикерами, борцами и ударниками были обычным делом. В этом видео мы с вами вспомним первый официальный турнир по боям без правил, Ultimate Fighting Championship, он же UFC, где сошлись монстры из разных стилей, невзирая на опыт, массу и правила. Тогда еще никто даже не думал о том, что эта организация изменит мир боевых искусств и создаст абсолютно новый вид единоборств – ММА. Ведь если больной очень хочет жить, врачи бессильны, а если боец хочет совершенствоваться, рамки правил бесполезны. Меня трудно понять, легко не понять и невозможно простить. Но бойцовский мир уже давно понимал, что ему нужен турнир, который бы дал возможность каждому бойцу, невзирая на его стиль, проявить себя в борьбе с другими стилями. Можно сказать, что дедушкой UFC стал турнир Валетудо, который расцвел в Бразилии и дал возможность борцам и ударникам сойтись в ринге по минимальным правилам, чтобы показать ху из ху в реальном бою. Это была эпоха клана Грейси, а учитывая, что дело происходило в Бразилии, удивляться этому не стоит. Но и преуменьшать заслуги навыков джитсеров Грейси мы тоже не будем, ведь не умеющий плавать, жаловаться на кости карася не может. Турнир Валетудо и популярность Грейси распахнула для джиу-джитсу ворота в США и сделала его там невероятно популярным, пропагандируя его не только как эффективное единоборство в ринге, но и как отличное средство самообороны. Да с этими не поспоришь, ведь если бы джиу-джитсу было неэффективным, его бы не изучали и не использовали в своей подготовке бойцы ММА уже более 50 лет. Сказка – это когда женился на жабе, а она оказалась царевной, а жизнь – это когда наоборот. Так вот, жизнь для мира единоборств требовала чего-то большего, чем популярность одного стиля. Поэтому пятнистые тигры в тени белой вороны не оставляли желания узнать, кто же все-таки главный хер в мире животных, а новорожденный UFC в этом очень мог помочь. Бокс, джиу-джитсу, карате, кикбоксинг, сават, шутбоксинг, тэквондо, сумо, муай-тай – все эти ребята, как бегемоты в засуху, бегущие на водопой, бежали в ринг, чтобы доказать свою мощь и превосходство своего стиля. Отсутствие правил в этом максимально помогало, так как здесь можно было все, и каждый мог проявить себя по полной. Даже мастер кунг-фу, который рассказывает, что его учат убивать, а не драться в ринге. Ну а приз в 50 тысяч долларов в 1993 году очень мотивировал проявить себя по полной. Так что Mortal Kombat begin! Первый турнир собрал восемь бронелобых единорогов из разных единоборств. Чтобы холодная вода стала горячей, ее нужно подогреть. А чтобы узнать, кто сильнее, нужно драться. Вот этого и ждали тысячи зрителей перед экраном своих телевизоров. Перед этим зрелищем меркло, как падающий метеорит, даже битва Шао Кана против Лю Кана. Так что ожидание было невероятным и не напрасным. Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть те, в которых живут только глисты. Но это точно не про героев, которые открывали этот феноменальный турнир. Тейла Тули, 200-килограммовый представитель сумо, которого боятся даже вышеупомянутые глисты, поэтому свою форму он поддерживает без проблем. Вышел в клетку против представителя Савата Жерара Гордо. Конечно, со стороны это выглядело довольно забавно, как будто дрыщавый алкаш решил проучить жирного любителя пива. Но это только со стороны. Ведь маленький да удаленький всегда может напомнить о том, что чем больше шкаф, тем быстрее он летит через форточку. Замес был быстрым и брутальным, прямо как на улице, закончившись через 26 секунд победой представителя Савата. Стоит лишь задуматься, и ты поймешь, что не думая, ты теряешь больше, чем не делая. Прямо как бойцы, входящие в клетку на смертный бой. Во втором четвертьфинале представитель кикбоксинга Кевин Розье решил испытать на прочность кулаки, ломающие бетон, каратеки Зейна Фрейзера. Каратека, используя преимущество в массе, решил сразу наброситься на кикера с мощными ударами от жопы, добавляя удары коленями, и даже огрел его пару раз по затылку в парте. Но кикер не растерялся, и через минуту, когда мастер Кенпо подустал, взял инициативу в свои кулаки и ответил тем же, кулачками по мордасам и коленями по салобетону. 4 минуты мужики рисовали друг на друге синие узоры, пока каратека не забил кикера в пол, как отбойный молоток несчастный гвоздик. Оптимизм — это недостаток информации, прямо как у бойцов уверенных в своей победе и явно мало информации о своих соперниках. В третьем поединке турнира в клетку запустили ужасного джиу-джитсера Ройса Грейси, которому на съедение дали боксера Арта Джиммерсона. Зрители даже не успели добраться до сосиски в своем хот-доге, как боксер постучал по канвасу. А гордый Грейси, сохранивший силы на следующую схватку, уверенно покинул подиум. У нас есть только то, что было, а то, что будет, у нас пока нет. А у бойца есть только прошлые победы, а будущих пока нет. Но могут быть, если не будет поражений. В заключительном поединке четвертьфинала встретились Кен Шемрак, представляющий шутбоксинг, против Патрика Смита, у которого был черный пояс ПТ Квандо и желание разбивать ногами головы, как спелые арбузы. Шемрак выбрал правильную тактику и молниеносно, как червячок, уходящий в кучу навоза, прошел в ноги Смиту и затянул свою стихию. Попытки тэквандиста подраться лежа особо ничего не дали, а вот болевой на ахилл от шутбоксера сработал на отличную. Кстати, позже Патрик Смит сразился по правилам Кайуан с легендарным Энди Хугом и нокаутировал его в первом раунде. Так что этот парень был очень непрост. Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много, в Кулинарную. А вот когда мало становится бойцов, значит они движутся к финалу. А в нашем замесе на первый полуфинал вышли Жерар Гордо, представляющий Сават, и Кевин Розье, представляющий кикбоксинг. Кстати, Гордо сломал себе кулак, когда пробовал на прочность голову сумаиста, поэтому у Розье было явное преимущество. Но, учитывая его форму и усталость в первом бою, возможно, оно ему не очень-то и поможет. Пацаны хорошо начали, даже лучше, чем в пятничный вечер, начинает в кабаке разборки дядя Петя из ВДВ. Несмотря на свои скромные размеры и невзрачную форму, Саватовец просто забил кикбоксеров Канвас в стиле лучших гопников района, заслуженно выборов себе билетик в финал. Нужно всегда идти побеждать. Даже если что-то там, то все равно нужно в себя как-то, чтобы потом где-то победить. Именно так и думали участники второго полуфинала, обладающий отличной формой Кен Шемрак и обладающий кучей фанов и уважением Ройс Грейси. Целую минуту бойцы, как цирковые мишки, крутились и вертелись по Канвасу, пытаясь выйти на болевые приемы и как бы, между прочим, как-то куда-то пробивали. Но в этой борцовской дуэли лучшим оказался Грейси, сделав болевой на челюсть и забрав второй билетик в финал себе. Кстати, через два года на UFC 5, когда правила уже были изменены, между этими тиграми состоялся реванш, в котором была объявлена ничья после 36 минут тяжелейшего боя. Но и это еще не все. В 2016 году, когда мужики уже запивали таблетки горячим чаем, сидя в кресле-качалке на даче, Беллатор решил устроить между ними третью встречу, в которой победу одержал Грейси, поставив точку в их противостоянии и в карьере обоих бойцов. Но вернемся к нашему финалу, в котором невзрачный представитель Савата, Жерар Гордо, намеревался избить невероятно популярного Ройса Грейси. А почему бы и нет? Ведь даже под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная жопа, поэтому меньше пафоса, а больше дела. С первых секунд Грейси не удивил, а сделал то, что делает всегда. Пошел в ноги. Как крокодил, тянущий на дно несчастную газель, он затянул в партер Гордо, где делал то, что умеет, пока не провел болевой. После боя Жерар выразил много негатива в сторону Ройса, наверное, как и все его соперники, будучи недовольным таким боем и поведением джитсера. Но, как говорится, после боя штаны не снимают. Кто бы что ни говорил, какие бы претензии не высказывал к стилю и манере боя Ройса Грейси, но он стал первым чемпионом UFC. После чего побеждал на UFC 2 и UFC 4. Таким образом, сделав джиу-джитсу одним из самых популярных направлений единоборств в мире. По сей день практически все бойцы ММА используют джиу-джитсу в своей подготовке к боям. А это говорит о многом. Ну а сам турнир положил начало огромной империи и, так сказать, целой культуре ММА. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, за кого болели вы на первых турнирах UFC. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры подогнал «Симон»!